Здравствуйте, меня зовут Алена Савинова, я бизнес-психолог. При этом я 25 лет предприниматель и 18 в психологии. То, что касается моего бэкграунда, то, что я делаю в своей жизни, это я возвращаю ресурсы родовых систем для жизни, для бизнеса, людям в реальную жизнь, для того, чтобы люди могли быть более ресурсными, скажем так. Я автор книги «Жить ресурсно», и многие годы я работаю с женщинами, с мужчинами, с семьями. И, как никто другой, вероятно, больше многих людей понимаю, как влияет психологическое состояние на состояние здоровья, на состояние кожи, на состояние в целом нашей жизни. Мне 54 года, у меня две взрослых дочери и трое внуков. И все в моей жизни сбалансировано. И семья, и дети, и бизнес, и работа, и деятельность с людьми. И все, что касается здоровья физического, эмоционального, психологического, сначала я выстраиваю сама, а потом обучаю этому других людей. На протяжении 18 лет я обучаю этому других. И первое, с чего мы начинаем, это с колеса баланса. Что такое колесо баланса? Для меня это про гармоничную личность. То есть в нашей жизни недостаточно заниматься только бизнесом, недостаточно зарабатывать только деньги или воспитывать детей. У нас очень часто какой-то перекос, как будто бы, да, что важнее, мое здоровье или здоровье моих близких, как будто бы нужно выбирать. Но на самом деле выбирать не нужно. В первую очередь нужно, знаете, выбрать себя. Это как, знаете, надеть маску в самолете сначала на себя, а потом на близких и на все свое окружение. В колесе балансов есть такие сферы, как здоровье, как саморазвитие, как деньги, да, дом, комфорт, уют. Этому всему нужно дать место. И очень важно, чтобы мы смогли отслеживать, а где же, в какой момент времени я забываю о себе или забываю о том, что мне бы хотелось больше комфорта и уюта. В какой момент я перегружаю себя работой и забываю о состоянии своего тела, своей психики. А на самом деле наше психологическое состояние очень сильно связано с кожей, с состоянием кожи. Потому что во время стресса, а большинство людей, к сожалению, находятся в стрессовой ситуации. Стресс влияет определенным образом на нашу кожу. Во время стресса у нас в теле возникают реакции «беги», «нападай», «сражайся». И в этот момент вырабатываются, автоматически вырабатываются такие гормоны, как кортизол и адреналин. Хорошо, когда у нас в жизни нужно решить быстро какую-то задачу, и они нам помогают. Но когда мы находимся постоянно в состоянии стресса, мы куда-то бежим, чего-то достигаем, с кем-то постоянно сражаемся, сражаемся с этой жизнью, мы сражаемся с конкурентами, мы сражаемся даже с партнерами. И тогда мы находимся постоянно в состоянии стресса. И в это время страдает самый большой орган нашего тела – это наша кожа. Кожа выдает нам такие реакции, как, например, псориаз, акне, зуд. Это все из-за того, что наша гормональная система выдает вот такие активные реакции. И в этот момент важно обратить внимание, как же выстроить свое психологическое состояние, дать этому место. Конечно же, есть огромное количество средств ухода. Но есть также и специалисты, которые помогают нам выстроить вот этот баланс в своей жизни, в том числе относительно своего внешнего вида и своего здоровья. Лично мне быть в балансе и в хорошем состоянии помогает мое внимание к себе. Первое, что я делаю, это я выстраиваю график. Каким образом? Когда я работаю, когда я отдыхаю, когда я занимаюсь семьей, когда я занимаюсь спортом, когда я читаю книги, я рисую, пишу стихи. В моей жизни много всего того, что наполняет мою жизнь. При этом я очень много работаю с людьми. И меня наполняет то, что эти люди дают обратную связь по поводу того, как же у них все происходит, каким образом происходят изменения. То есть меня наполняет все, что дает мне удовольствие, скажем так. И то, что касается здоровья кожи, психологического состояния, особенно для женщин, большая моя рекомендация. Делайте то, что вам нравится. Я учу своих женщин, говорю, знаете, вы даже вот окно, когда моете, идите, пожалуйста, в это с удовольствием. Музычку включаете и кайфуете. Если вам не нравится то, что вы делаете, однозначно это скажется на вашем психологическом состоянии и здоровье вашей кожи. Со своей стороны еще могу дать маленькую рекомендацию. Обязательно планируйте свой отдых, потому что наш мозг постоянно думает о том, как много нужно работать и как ему тяжело. И каждый раз он находится в состоянии напряжения. Да, вот прямо сейчас уже нужно с чем-то справиться. Мы не можем бесконечно, невыносимо стоять в состоянии напряжения. Как знаете, такая пурджина, которая все время в напряжении. Рано или поздно она выстрелит и все пойдет в тартарары. Поэтому лучше бы, конечно, нам регулировать свое состояние. Я всегда планирую каждые три месяца я уезжаю из России или я уезжаю куда-нибудь. Не знаю. Ну, в общем, куда угодно, где мне нравится. И обязательно с собой беру средства ухода. Конечно же, у меня есть косметолог. Конечно же, у меня есть постоянное, скажем так, ежегодное обследование. Это нормально для женщины. Следить за своим здоровьем. То, что касается остальных сфер жизни, тут тоже есть маленькая рекомендация. Если в какой-то из ваших сфер вы видите, что там очень маленькая цифра. Во-первых, заполните колесо баланса. Посмотрите, в какой сфере самая маленькая цифра. Ну, например, удовлетворение бытом, комфортом у вас, например, на тройку. Все, будет перекос. И тогда вам нужно в эту точку и смотреть. Очень важно, чтобы у нас с вами было свое место, свое пространство, где лежит комфортно, уютно, на своих местах то, что нам важно. Обязательно нужно свое пространство, свое время. Часто очень мы не уделяем себе времени и думаем, что когда-нибудь потом я отдохну, когда-нибудь потом я пойду в лес, когда-нибудь потом я займусь собой. Ну, давай не сегодня уговаривает, например, тебя супруг. Давай сегодня мы приготовим, там, не знаю, сделаем уборку. Расставляйте приоритеты в сторону своего комфорта. И тогда счастливая женщина это счастливая семья. Счастливая семья это успешный бизнес. Счастливая женщина это счастливые дети, счастливый муж. И вообще все, что касается кайфа, удовольствия, радости от жизни, это то, что нам дано по праву рождения. Так как я очень много лет занимаюсь системной психологией, я работаю с родом, могу сказать, что у нас есть предрасположенность к состоянию счастья или к состоянию несчастья. И наша с вами задача встроить счастливый сценарий в нашу жизнь. Сделать так, чтобы наши дети взяли добро, тепло, любовь и наслаждение, удовольствие от этой жизни. Постарайтесь выходить из стресса, если вы в него заходите, точно так же быстренько выходить в контакте с собой. Да, сейчас я в стрессе, да, сейчас я в напряжении. Что сейчас я могу сделать для себя, чтобы выйти из этого напряжения? Чаще всего эмоционально незрелые люди, они стараются опереться на кого-то, на супруга, кого-то обвинять, родителей, искать каких-то виноватых. Но если вы все-таки возьмете ответственность за свою зрелость, за свое состояние, вам это в разы исторится и обернется красивой кожей, красивым лицом, красивым здоровым телом. Итак, сегодня мы с вами поговорили о важности дисциплины, любви к себе, о выстраивании гармонии в своей жизни. Я верю, что это видео будет вам полезно. Пожалуйста, оставляйте свои комментарии, задавайте вопросы, мы с удовольствием на них ответим. И обязательно подписывайтесь на канал. Благодарю вас за просмотр. Субтитры создавал DimaTorzok